Красная вспышка ракеты осветила бронестекло крыши ангара. Ее кровавый отблеск попал на ячеистые экраны в глазницах дракона. Тут же включились нейронные сети, и десятки тысяч импульсов пронзили громадное тело, активируя сложнейшие системы искусственного организма. Завертелись роторы гироскопических двигателей в хвосте, зеленая кровь ускорила бег по трубкам капилляров, разом приподнялись бронечешуйки панциря. Заработали гидравлические насосы драконьих лап. Включились радары, и боевые лазеры слегка загудели. Началась накачка энергии. Легкая дрожь сотрясла гигантское туловище оживающего чудовища. Суперкомпьютер, надежно укрытый в глубине бронированного тела, выходил из режима гибернации. Подобно мозгу просыпающегося человека, который покидает мир иллюзии и вновь обретает контроль над телом, электронный управляющий центр дракона протестировал системы аппарата и получил ответ. Все в порядке. Все работает. Все готово к бою. Гениальный конструктор дракона, впервые в истории технологической цивилизации, научил машину генерировать в своем электронном мозгу эмоции, сходные с человеческими. И сейчас дракон, ощутив нарастающую мощь своего искусственного тела, испытал нечто напоминающее удовлетворение и возбуждение перед боем. Три орудийные турели, выглядящие как драконьи головы, завертелись на шеях, сканируя пространство. Инфракрасные датчики высветили тьму ангара и отобразили на глазных экранах его стены и группу мелких двуногих существ, копошащихся возле лап дракона. Тотчас включились системы распознавания целей, экраны засветились зеленоватым светом, дракон замер в ожидании. Но голос пока молчал, и экраны притухли. Голос был главным. Голос возникал неведомо откуда в самом чреве дракона. Повинуясь этому внутреннему голосу, дракон взмывал в небо, выискивал цели, на которые указывал голос, и поражал их своими лазерами. Тогда голос хвалил дракона за выполненную работу, и тот испытывал состояние, которое человек назвал бы наслаждением. Пока голос молчал, дракон ощущал себя брошенным и несчастным. Все его естество трепетало от нетерпения, и дракон прислушивался к себе, боясь пропустить голос. Когда же тот возникал, а это рано или поздно случалось всегда, дракон был готов погибнуть, но выполнить все, что голос ему приказывал. Вот и сейчас дракон ждал. Тем временем двуногие покинули ангар, и дракон остался один в темноте. Наконец бабушка позвала завтракать, и мальчик, с сожалению, закрыл тяжелый фолиант. Едва проживав первый блинчик, он пустился в расспросы. — Скажи, бабуля, а правду говорят, что здесь много драконов? — Да уж, — проворчала бабушка, — лучше бы их было поменьше, или вовсе не было. — Ну почему? Ведь это так интересно! Это тебе интересно, пока ты с ними не знаком. А мы тут такого от них натерпелись, не приведи, Господь. Злые они, жестокие и опасные. И главное, нас, людей, они почему-то ненавидят, хотя мы им ничего плохого не сделали. — И давно это? — Да уж лет триста как. Вот взгляни, бабушка показала рукой в сторону окна. Когда-то здесь и в горах, и во всей долине, вплоть до самого моря жили люди, а о драконах и слыхом не слыхивали. Это были, как сейчас в книгах пишут, благословенные времена, мирные и сытые, а потом откуда-то пришли эти твари, и житья не стало. А что, значит, житья не стало? Война, значит, началась. Говорят, они первые на нас напали, хотя, конечно, и нашим не грех было испугаться, когда таких чудищ у своих домов увидели. А со страху-то чего не сделаешь? Я, в общем, уже не знаю, кто там первый начал, только вытеснили они нас из долины сюда в горы, да и здесь покоя не дают. И ничего с ними не сделаешь, потому как они умеют огнем плевать, а мы нет. И так, и этак пробовали с ними биться. Все бестолку. Сейчас у нас вроде как перемирие, продолжала бабушка, убирая посуду со стола. Да только лучше драконам на глаза не попадаться. Убьют недорого возьмут. А не убьют. Так опалят огнем, так что инвалидом останешься. Много наших пострадало от них. Думаю, что и дедушку твоего эти ироды сгубили. Он как-то из дома по делам отлучился на часок. Да и не вернулся. Лежит, наверное, бедняга где-нибудь в лесу, огнем пораженный. Сколько лет уж прошло. Путник подошел к городским воротам в тот самый миг, когда первый рассветный луч из-за синих гор подсветил небо голубизной. Под стенами города было еще сумеречно, но звуки жизни уже наполняли пространство. Жужжание, гудение и стрекот насекомых в траве смешивались с лягушачьим концертом из крепостного рва, и эту симфонию дополняла утренняя перекличка птиц в ветвях. Природа приветствовала новый день. Ворота в этот час были еще заперты, мост поднят, но возле рва уже собралась небольшая очередь из крестьянских повозок, наполненных плодами окрестных полей. Спина путника ныла от тяжелой ноши, с облегчением он скинул ремень с плеча, бережно положил чехол на траву и улегся рядом, скрестив руки на затылке. Он любовался рассветом. Утренний свет придал городу загадочный вид. В контражуре ярко-голубого неба зубцы крепостной стены, округлости башен, остроконечные крыши домов и купола соборов сливались в один причудливый силуэт, напоминавший горную гряду. Быстро светлело, и пейзаж стал обрастать подробностями. Последовательно, как на фотографической бумаге, проявились зеленая черепица крыш, швы кирпичной кладки, бойницы и флюгеры на башнях, цветочные горшки под окнами домов и резьба оконных рам. Закурился дымок над трубами. Край солнечного диска вынырнул из-за горы, и ярко-золотой луч, отразившись от купола собора, ослепил путника. На минуту он зажмурился, и когда вновь открыл глаза, город уже ничем не напоминал сумрачный горный пейзаж. Он блистал красками и выглядел как праздничный прянишный домик, многоцветным и ухоженным. Путник лежал на теплой сухой траве, вдыхал ее терпкие запахи и наслаждался кукольной, будто на обложке доброй детской книжки, красотой патриархального городка. Вдруг все изменилось. Словно тень гигантской птицы легла на город. Потемнело, поблекли краски, из рва потянуло сыростью, ветерок зашевелил траву. Эта маленькая тучка далеко-далеко над синими горами прикрыла восходящее солнце. В городке залаяли собаки, через минуту-другую тучка упорхнула по своим делам, и пейзаж вновь заблистал яркими красками. Ждать путнику пришлось недолго. Куранты на ратуши пробили шесть раз, и в ту же минуту лязгнули цепи подъемного моста. Заработала лебедка. Заскрепели и отворились тяжелые дубовые ворота, повозки потянулись через мост, путник взвалил на плечо тяжелый чехол и двинулся за ними. За воротами стоял закованный в лад и стражник в блестящем островерхом шлеме. Еще трое опирались на копья поодаль. Мельком взглянув на вошедшего, страж ворот стянул железные перчатки, сунул их под мышку и достал откуда-то из-под лад планшет. «Назовите, пожалуйста, ваше имя», — произнес он казенным тоном. «Меня зовут Ланцелот», — с достоинством отвечал путник. «Лан-це-лот», — зашевелил губами стражник, тыча пальцем в сенсорный экран. Громкое имя не произвело на него впечатления. Не отрывая глаз от планшета, он продолжал столь же невыразимо скучным глухим голосом. «Возраст». «Тридцать лет». «Род занятий». «Рыцарь». «Почему приглашению вы прибыли в город?» «Ни почему. Я у вас впервые, и у меня пока нет здесь знакомых. Цель вашего прибытия...» «Я здесь по служебным делам. Считайте, что в командировке». Стражник впервые оторвал взгляд от экрана, взглянул на Ланцелота с интересом и задал вопрос не из списка. «Где же вы будете жить?» «Ну, есть же у вас какие-нибудь гостиницы?» «Есть один постоялый двор. К нам редко приезжают чужие, тем более в командировку». Он еще раз оглядел рыцаря с ног до головы. «Что это у вас в чехле?» «Меч». Ланцелот приоткрыл чехол и показал стражу, отделанную рубинами рукоять. «Вход в город с оружием запрещен». Голос стражника вновь приобрел казенную сухость. «Придется сдать на хранение». «Видите ли, это не совсем оружие. Точнее, это не только оружие. Это мое орудие производства. Я им работаю». «Как так? Это же меч. Не землю же вы им копаете?» «Нет, не землю, конечно. Дело в том, что я истребитель драконов. Приехал к вам, чтобы убить дракона, понимаете?» «Что? Убить дракона?» «Сегодня я расскажу тебе на ночь эту сказку. О чем она?» «Ну, конечно, о принцессах, рыцарях и драконах. О чем еще стоит рассказывать сказки взрослым девочкам и мальчикам? Начнем?» «Жил да был огнедышащий дракон Дрюк». Точнее сказать, не дракон, а дракончик. Он был еще маленький, подросток. Летать он уже хорошо научился, размахивая перепончатыми крыльями, и парить умел в потоках восходящего воздуха, и камнем бросаться вниз. А вот огонь изрыгать у Дрюка еще плохо получалось. «Ну, выплюнет тонкую струйку огня, если поднатужится. Чтоб сток сухого сена поджечь достаточно, а вот сарай спалить или избу ему еще не под силу было». Впрочем, избы палить Дрюк и не собирался. Он был добрым драконом и очень любознательным. Если что и поджигал, то только для эксперимента. Подпалить сено, да сам и потушит. Дрюк был сиротой и жил с бабушкой-драконессой. Родители Дрюка умерли, когда тот был совсем крошкой. Папа остался в детской памяти Дрюка как кто-то очень большой. Он его баюкал и учил размахивать крыльями. В гостиной висел его портрет. Статный трехголовый красавец изрыгал огромные языки пламени изо всех глоток. Дрюк часто его рассматривал и мечтал, что когда-нибудь и он, Дрюк, станет таким же большим, сильным и непобедимым. Тут же висел и портрет мамы. У нее было печальное выражение всех трех лиц, будто она предвидела свою раннюю смерть. Были в гостиной и другие портреты, но кто на них был изображен, Дрюк не знал. Бабушка была уже старенькой, часто дремала в кресле днем, и большую часть времени Дрюк был предоставлен самому себе, чем он охотно и пользовался. Целыми днями летал, резвясь над окрестными лугами, то взмоет высоко в небо, то спикирует к земле, то погонится за птицами потихи ради. Все ему было интересно в этом мире. И деревья, и звери, и речка, и как солнце встает и садится, и как ветер дует. Частенько видел он внизу на земле странных двуногих и одноголовых существ. Из рассказов бабушки Дрюк знал, что это люди, что живут они на земле, летать не умеют, огнем плеваться тоже, но у них есть много разных интересных штуковин, и вообще они умные. Бабушка говорила, что люди бывают разные. Есть среди них крестьяне, а есть рыцари, а еще бывают принцы и принцессы. И что эти, мол, друг на дружке женятся и заводят детей, ну совсем как драконы. Очень хотелось Дрюку рассмотреть людей получше, а может и поиграть с кем-нибудь из них. На всякий раз, когда он спускался с небес пониже к земле, люди убегали и прятались кто куда. Боялись, видно. Ну разве скажешь, что умные? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова